Очень рад видеть вас. Добрый день, добро пожаловать. Идет перевод, идем? Да, спасибо большое. Хорошо знаем, знаем как друга нашей страны. Вы известны не только военные, но и политические деятели Индонезии. Продолжаете оставаться министром обороны. И на протяжении многих лет знаю, что у вас сложились очень добрые отношения с вашими российскими коллегами. С Индонезией Россию связывают очень давние дружеские отношения на протяжении десятилетий. В следующем году мы отмечаем 75 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. Должен отметить, что и торгово-экономические связи в последнее время развиваются весьма успешно. Несмотря на пандемию и на все события, которые происходят вокруг России, и связаны с ней ограничения, все-таки у нас растет товарооборот. За последние годы он вырос в два раза. Это очень хорошая тенденция. И она продолжает нас радовать. Надеюсь, что ситуация сохранится. Мы выражаем также надежду на то, что подготовленный уже фактически к подписанию договор о зоне свободной торговли между Евразес и Индонезией тоже сыграет очень положительную роль, заметную роль в развитии наших торгово-экономических связей. И рынок Евразес достаточно большой, емкий, но рынок Индонезии, страны с почти 300-миллионным населением, тоже представляет большой интерес для России. Мы готовы и дальше наращивать поставки сельхозпродукции, осуществлять инвестиционные проекты в области энергетики, транспорта, инфраструктуры. Но над этим работает межправкомиссия, руководитель межправкомиссии с нашей стороны, первый вице-премьер российского правительства, господин Монтарова. Здесь надеюсь, что в ходе работы между коллегами ситуация будет укрепляться. И с обеих сторон главное, что есть интерес к этому. Мы продолжаем сотрудничество и в гуманитарной сфере. У нас традиционно обучаются индонезийские студенты, в том числе за счет российского бюджета, и мы готовы это делать. В Джакарте работает наш российский центр науки и культуры. Хотим поблагодарить вас за поддержку этой работы. И, конечно, на международной арене нам отдаётся согласовывать наши позиции, в том числе в рамках ОСЕАН, и прежде всего в рамках ОСЕАН. Мы очень рады вас видеть. Ещё раз поздравляю вас лично со сбранием на должность президента. И хочу пожелать вам всего самого доброго в служении вашей стране и вашему народу. Добро пожаловать. Добро пожаловать.